Судя по розовым стикерам, один из плохих свидетелей дебил, но точно знает, что нет экстремизма. Другой знает много, но молчит. Повторный допрос ему планировали устроить с электровспоминателем. Это цитата. Что это за устройство у адвоката Ивана Павлова? Сомнений нет. Эти же следователи расследуют дело антифашистов, в которых пытки уже, ну, что называется, на слуху, наверное, у каждого. На теле одного из подследственных целые дороги выжжены электрошокером. То есть человека реально пытали. В итоге в отношении саентологов применили другую меру. Например, Ивана Мацитского поместили в одну камеру с рецидивистом. Принуждали отказаться от своих взглядов. Похожим образом, кстати, поступили и с антифашистом Виктором Филинковым, когда он сообщил журналистам, что его били электрошокером. Более комфортное СИЗО-3 Филинкову заменили на печально известное СИЗО-6. Очень маленькая камера, 8 квадратных метров. Невероятно душно, холодно при этом. Нет возможности нормально проветривать. Холодная вода, исключительно холодная вода. Не очень неудобно спать. Более? В камере холодно. Не выздорадный уровень. Адвокат Виктора Филинкова Виталий Черкасов сам в прошлом служил в системе МВД. Признается, что не был удивлен, когда узнал о стикерах в деле саентологов. Просто сделал свои выводы насчет следственной группы. Почерк выработан. Я полагаю, что в одном следственном подразделении дается одна и та же установка по различным делам такой экстремистской террористической направленности в кавычках. В следственном комитете отказались возбуждать уголовное дело о пытках антифашиста Филинкова. Накануне Черкасов пытался обжаловать это решение в Петербургском гарнизонном суде, но безуспешно. Адвокат Виталий Черкасов практически уверен, что встретиться с теми, кто пытал антифашистов в российских судах, ему не придется. Поэтому сейчас защита Виктора Филинкова делает все возможное, чтобы как можно раньше удалось отправить все документы в Европейский суд по правам человека. Параллельно другую гражданскую акцию в России предложил запустить адвокат Иван Павлов. Что мы такие толерантные к пыткам? Мы готовы к тому, чтобы наших братьев, наших, я не знаю, отцов, сыновей пытали в застенках ФСБ. Это уже норма для нас. Я предлагаю с сегодняшнего дня бессрочную акцию, которая так и называется. Наклей стикер против пыток. Первый стикер Павлов наклеил рядом с Калининским районным судом Петербурга. Там сегодня рассматривают дело секретаря Октябрьского суда Александра Эйвазова. В СИЗО он уже почти год, хотя по его делу содержание под стражей на время следствия возможно максимум на 6 месяцев. Юрий Баранюк и Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург.